Отправляясь на топ Команда пытается выиграть себе как можно лучше лейнер Брабльдог уже на топ бежит, то и здесь Алайнер думает Они видели, что в лес заходило очень много людей Они понимают, что, скорее всего, там кто-то по той вард Кто-то будет смотреть, где что происходит и думает Что это означает Придут ли трое туда, будут пытаться воевать Лебежа будет ходить один на ротике И вард там будет смотреть на Чена Собственно, это второй вариант Вард смотрит, где будет фармить Чен Можно будет приходить, воровать опыт Нароотики, получает доступ к крипам Брабльдог, пока ты не выходил, не торопился Мало ли там трое Нароотики спокойно, соло опытом наслаждается Постепенно фармит, крипов добивает Наконец-то выходит нароотик, приходит еще и джем Сейчас будет гонять здесь ароотики, но она ботла Лода Наткнулся здесь на 3 лейн Вард у него, конечно, стоит, будет видеть саппортов Опыт будет постепенно получать Посмотрим, будут ли проблемы с фармом В принципе, само собой понятно, что Проблемы с фармом очевидно будут А саппорты начинают здесь делать отпул лодочек Делают отпул, делают двойной отпул лода Пошел смотреть, что там происходит Как бы сейчас не попался на там Но здесь Робик его моментально прогоняет Ну и как я уже говорил, здесь очень много будет зависеть от Шадоу Демона Собственно, с Ченом Аки, как видно, уже со смоком Уже сделался без так, фармит его Валдингом, торнадо Добить надо кентавра Ну и скоро появится у меня 3 уровень Появит 2 Тест оф Фейт Можно будет нажать смок и вдвоем с Шадоу Демона Спокойно Прийти на мид, попробовать убить Драгон Найта Достаточно легкая цель Пассивка пока что не в качестве, но супер, конечно, герой Силовик Достаточно плотный, 644 хп На 3 уровне С двумя веточками, но тем не менее, я думаю, пробьют То есть то Фейт Пьер Демич достаточно серьезно Ну и стал Кэщердорн помочь, собственно, выходит Аки с Джемом Здесь на руне стоит Тароцки Забирает невидимый И, похоже, сейчас обнаружил на этот самый ганг Приходит невидимый И Тароцки ставит центр И моментально дает Исерап, что кентавр есть Сейчас быстро на Роте попался Ну и приходит еще и Пакбак Притает Сарба и Аки добивает Забирает Физбат и убивает Тароцки Альянс очень быстро сообразили, что к чему и очень быстро Проблемы свои решили То есть, казалось бы Обнаружил Смогак Баунти Хантера И оказалось, что Самый Стал первой жертвой в итоге С4, здесь 10 скрипов, уже один ассист он получил 10 скрипов супер, но по фарму он много остает Собственно, из-за ассиста Посмотрим, что здесь будет дальше По караутике нет, Адмира Блдог здесь Спокойно Формит, в принципе, и так Он фармил достаточно спокойно То есть, если что, шаду демон гонял Шаду демон делал отпулы Сентры здесь расставлены Баунти Хантера здесь делать особо нечего Продолжает делать отпулы и джем Не самый удачный отпул, но тем не менее Много и на отпушке пиздеринжового крипа здесь Все-таки обратно сейчас А лада пока что просто получает опыт Пока что только второго уровня заходит здесь в лес Смотрит, что здесь происходит у саппортов Пытается воровать здесь как-то опыт Пытается добивать крипов Я понимаю, что долго этим заниматься ему здесь не дадут Две центры есть Есть еще и смок, то есть сейчас что-то будет Смотрим, будет ли какая-то агрессия сейчас Отвечить гейминг Довольно с виномастером Это действительно страшно на самом деле То есть виномастером Это вином с геймфа Это телегенезик Тройной отпул очень хитрый Но крипа конечно упустили, но не поформят Добьют Ранее опыт на саппортах Это действительно важно Второе фейтболт Рубика получить Как можно быть рейтом Да, это же серьезная задача Ну а здесь Аки с EGM Выходит опять EGM надо пускать вперед И сейчас похоже будет продолжать Пытаться бивать супера Первый раз вместо него подвернулся Баунтихантер И вот он опять Баунтихантер приходит Получает, даст В этот раз Аравцикей избежал Своей участи Опять он все прекрасно понял Он пришел на руну Понял, что саппорта Нигде не видно В этот раз уже так не поставился В этот раз угол Заходный был Поудачнее Паку достается руна Руна лайнс контролирует То есть Если что Здесь урон даже Роцикей бы не досталось Что с одной Что с другой стороны Спивая Ну и постепенно начинает Здесь проследовать вышку На ботлайне Уже Сайдер подбирается У Сайдера третий Нидер бласт Гэй ударил в лоду Но Гэй думала Пока что просто пугается Энтервард поставил В этот раз уже Саваться подушками не стоит Еще один бласт Куча вардов Варды хоть и первый уровень Но вышка проседает И сейчас похоже Что-то надо будет сделать Посмотрим Будет ли пытаться Прилетать кто-то Спасать этот тавер Но Я не вижу Кто бы этим быть Бака Вся в пред Упак ультимейт появляется Вполне он может Что-то здесь сообразить Вышка падает Прилетает с этой пак И наступление Сейчас будет пробовать Зацепить Не получается Никого зацепить С форумом Ментально подбрасывает Эфай Прохиливается Сайдер Вот прицепляет Своих жужков Пытается добить фай Эфай действительно Добивает пак И погибает еще Виномастер пак Получает даблкил И спокойно отходит Удачно все-таки прилетел То есть вышку убили Но телепорт он успел Все-таки сделать Немного запоздало Конечно можно было Попробовать спасти вышку Но тем не менее Двоих убил Лучше быть не могло Супер Снаваки Рядом Ароцки Окипляет скуляет Приходит Чен на мастер Размедляет И Чен здесь уже Никак не уезжает Валдинг здесь Не сильно поможет Пока нет пака В этот раз Шадоудем Но Чен не стал с собой брать То есть похоже Хотел Покрутить здесь торнадо Попробовать Дашком Тестфейт Или просто посмотреть Что здесь происходит Получить здесь опыт Пока нет пака Собственно это я думаю Было мотивное здесь появление Но Вичи гейминг Пока что проходу не дают 1-3 тем не менее Чет это был первый килл Вичи гейминг То есть подвернулся Чен Конечно неплохо Но уже потеряли Двоих на ботлэне Потеряли аро тк до этого Доганай Конечно так ни разу не убили Собственно основная Их мишень Супер Здесь будет действительно Единственный Ну не то чтобы единственный Но самая большая Пожалуй надежда Вичи гейминг На мидгейм Погна Это конечно замечательно Но погна Уж больно худая То есть драгонайт Нужно именно для того Чтобы на фронтлайне Бегать Раздавать станы И при этом выживать Перевать Всю агрессию Весь прокаст Какой-то изначальный На бульдог Продолжается Оф-арм 43 крипа Первый Крипам Ботинок есть Есть фэйсбус на медведя Орбо феном То есть если сунется сюда Баунти хантер Будет очень приятно Бульдог уже седьмой То есть само собой Уже есть корни У медведя Посмотрим как быстро Лайн соберутся И начнут пушить Надо Чену Доделать меку Пока что он даже собиратель Не начнут Пока что купил Сберингов водил Смог еще один Закупил Чен занят Чен пытается Ганкать Шадов демоном Но пока что Наравным где сам Что-то сейчас Не начинаешь На таклоуда Здесь заползает Весь Но навряд ли Все обнаружат Здесь переходит Супер И похоже Будут пытаться Второй Тавр Здесь сломать Вещи гейминг Пролетает Научка Он понимает Что Выбежит Бираться из леса Здесь будет достаточно сложно На мид выходит Чену Но Адранат Тем временем Включается Ультимейт Начинает Поливаться Вышка В параллельно Здесь Нурабльдог Пытается Размениться Четвертой Четвертой Медведь Вкачан Появляется Демолиш Перезывает Медведя Просел Навичи гейминг Ломает Свою вторую Вышку Я не думаю Что здесь В этот раз Будет кто-то Пытаться Подавливать Кого-то На отступление Учитывая Что есть Драгонайт Здесь Паку Появляться Просто не стоит Макс Ченом Пытались Разменяться На миде Но Отменяется Телепорт Драгонайт Уходит Просто Пешочком Бульдог Тоже здесь Вышку В итоге Недоел То есть Вечи гейминг Получили Две вышки Какого-то Размена Ответного Оталайн Пока что Нет То есть В принципе Для Вечи гейминга Все выглядит Не так Плохо Несмотря Потери Преимущества По опыту Из ранних Смерти Своих Детерек Своих Смерти Дела Пока что Складываются Замечательно Появляется Мека Пугны Решают Свою Соживаемся И в то же время Будет помогать Команде Можно собираться Смело Приходить на топ Теперь уже Стоит опасаться Сплитпуши То есть Здесь Ландроид Скоро Станет Серьезной Проблемой 1700 Пока что Адмирабльдога Копит На релик Скорее всего Само собой Посмотрим Как быстро Это все Дело Появится Пока что Бульдог Формит Пока что Пространство У него есть Это действительно Самое важное Сейчас Момент У Алайнс Что пока Есть пространство Паку Надо нафармить На даггер То есть Тоже Достаточно Важный Тайминг Мекки Тоже Нет Чен Конечно Шестов Есть Кэндов Гад Пока нет Мекки Конечно Сойдет В случае Чего Но Это может Оказаться Просто Не Не Достаточно Чет Вещи Гейминг Здесь Продолжается Ктой Поход Приходит На вышку Приводит Чен Своего Кентавра Приводит Свою Сатиру Моментально Ставится Незервард И пак Дал свой Иллюзер Вперед Моментально Проседает Вышку Сразу Убивает Ротики Продолжает Бегать Прогоняет Зажимает Alliance Прогоняет Свердой В принципе Можно продолжать Раз Такое Делать Мекки Есть Ни к чему Стесняться Здесь На самом Деле Ждут Инициация Отпака Ждут Что Будет Дальше Если Что Прохидится Меккой У Савера Пока Есть Ман Собственно Смана Ему Стоит По Аккурат Не Быть На Бульдог Здесь Вышки Особо Не Угрожает Прислали Сюда Виномастера И Виномастера Удинош Здесь Вполне Медведь Отбивает Штейн Незробласт Но Фортифай Успел Откатиться Далее Фортифай Пытается Сдонать Ваш Баунтихантер Успевает Орда Бить Лода Во всем В этом Представлении Участо Лода Пытается Получается Пытается Нафармить Какие-то Начальные Сталты Как Накупил Себе Брейсер Есть Рингов Аквил Бутный Ботинок Пока Посмотрим Дадут Ли Ему Так Необходимо Ему Пространство Сейчас Вечекинок Пока что Работает По плану Три Вышки Уже Сломаю Четвертый Как я Думаю Уже Запланирован На топе Супер Делает Себе Стаки На Лода Ведет Турбика На Ботлане Думает Появится Или здесь Кто-то Еще Размышляет На Карте Не так Много Героя Фидом Видно Нет Даже Не Видно Раут Икея То есть На Карте Видно Только Этого Самого Рубика Размышляет Куда Делись Остальные Наконец Появляется Сайдер Сейчас Похоже Рубика Будут Убивать F.Y От Пушет Вейн Приходит Сюда И GM F.Y Уже Шестого То есть Если Он Видея Он Сворот Нес Куча И Сам Ганг Избежит Но Лода Предусмотрит Использует Сразу Свой Сварм И Файз Похоже Добьют Файз Добивает Задержался Немного Конечно Лейн Это Конечно Замечательно Как бы Не было Размена От Алайн Как бы Они Первой Свою Вышку Не Заработали За счет Этого Сразу Появляется Адмироблюдок Но Учит Что Есть Добл дэмош У Супера Вышка Ломается Есть Что Драгон Драгон Готов Прилетать Готов Распасать Тауэр На ботлэйне Алайнс Наседает Навышку Фортифай Есть Вичи Гейминг Так Прилетает По очереди Прилетает Тауэр Прилетает Тауэр Тауэр Без маны С маной Что-то Надо ему Делать Ну Алайнс Уже Понимает Что Раз Фортифай Бод с повышками И в принципе Они готовы Разменять Тауэр На ботлэйне Но здесь Начинается Ворушка Сентрар Стояли Прятая Здесь Арватики Арватики Пытаются Арватики В общем Просто отходит Отходит В основном Потому что Сюда прилетела Лода Лода Прилетела На топ Два С паком Дали Прокаст Но Мека И супер Спокойно Улетает Паки Здесь В итоге Чуть было Не погиб Присадавая Спасать Как пака Так себя Мека Нажала Здесь Незервард Рейс Неплохо Помог Как я понимаю Пак летает Дает свой Прокаст И сразу Все становится Весьма Неприятно Для него Теряет Очень много КП от Незерварда Посмотрим Будет ли он Делать Блинк Ну Блинк Я думаю Все равно Нужно Это конечно Не Сенткин Который Забивает Сам себе Блинк А Незервард С своим По центрам Возможно Стоит задуматься С4 О выживаемости Своей В первую очередь Блинк Конечно С этим Тоже Неплохо Помогает Посмотрим Что он Выберет Ну Этим Обратом Днешний Тура Просто Заканчивается 13 Минута Вышку Альнис Просто Не осталось То есть Дальше Только Хаграунд Сейчас Свич Гейминг Посмотрим Будут ли Они Пытаться Забегать Ну Действительно У них Очень Агрессивная Такая Ранья Игра Им Очень Важно Чтобы Адмирал Блюдок Они Рискнули Отдали Маландруда Они Риск Был В том Что Здесь Все Зависит От Того Пролома Ля Них Агран Следующие Буквально 5 Минут Если Сейчас Будут Отбиваться Альнис Если Не Потеряют Они Ни Одну Стран Следующие Буквально Минут 5 То Тогда Появится Релик Смеку Собственно Учены Есть Уже Хедресс Незер Вард Поставили Начинает Спаймить Бластами Ну и Собственно Я думаю Здесь Это Может Продолжаться Очень Долго Четвертый Вардовый Виномастером Незер Бласты Плюется Супером Все Мультивай Так Поняли Начинает Ганг С медведем Дведя Поставили Всячески Бывает Ну и Три сотни В итоге Зарабатывает Здесь Фай Времень Пытается Заработать Первую Вышку Для своей Команды Похоже Что это Удастся Пока что Своих Намерений Здесь Вичигейминг Отказываться Не хотят Вышка Падает Появляется Моментально Даггер Упака Как раз Не хватало Ему Судя Буквально Пару Сосин Лода Продолжает Дальше Он намекает Вичигейминг Что пора Все-таки Действительно Расходиться Они Конечно Постояли Здесь Поугрожали На беде Полувышки Сломали Надо Отпушивать Лейны У китайских Команд Сосим Делал Все строго Поэтому Влада Сделал Правильный Выбор Не летел На базу Ну и собственно Драки Какой-то Здесь И не Предвиделось Страна Лайн Состояли Аккуратно Какой-то Очевидной Инициации Вичигейминг Просто Нет То есть Нет Например Того Самого Которого Летит Начнет Заварушку Вичигейминг Сами Совсем Не так Вот он Релик Релик Покупает Лаундрует Настался Только Рецепт На Родианс Родианс Появится Как я понимаю Минуты Через 3 И как раз Буквально 5 минут Есть Вичигейминг Для осуществления Своего плана Дальше Уже У них Могут Начаться Серьезные Проблемы Посмотрим Как Здесь Первый Драгонайт Второй Погнал Драгонайт На трейд Месяц Опять Нападает На Медведя Перевызов Впрочем Нет 80 секунд Еще То есть Если Медведя Сейчас Убивают Олайн Большая проблема Приподняли Медведя Буквально Пару Ударов Осталось Но Никак Не добьют Рудали Супер Нет Раутики Раутики Получает Урон Достаточно Больно Урны Похож Нет Раутика Здесь Приседает Член Привел Свою Армию Пока Что На Жар Тифай Лоду Пытается Работать Патерна Но Скорее Придется Сейчас Прилетать Придется Принимать Драк Потому Теряя Сторон Сейчас Будет Очень Серьезной Проблемой Прохили Медведя То Что Не Убили Медведя На самом деле Очень Большая Проблема Сейчас Для Вечи Гейминг Потому Что Медведь Просто Всех Разгоняет У Несерили Он Кусается Больно Будет Давать Ищи Корни Медведем Надо Что То Было Придумывать Добить Все Так Не Получилось Ставить Разный Эдервард Приходит Уже Лодан Дает Сколько Тараканов Надо Разглас Тараканов Этих Сбить Ну Сейчас Что Будет Решающий Бой Скорее Для Вечи Гейминг Как И Для Алайнс Если Алайнс Отобьется То Выиграет Буквально Несколько Минут Там Уже Поедет Радианс И Дальше Уже Можно Будет Спокойно Отыгрывать Но Этих Гейминг Отходит Они Понимают Что Все Собираются На базе Что Все Готовы Но И Можно Спокойно И И На Рошан Вся Карта В И Распоряжении То Есть Что Можно Будет Отпушить Лейн Формить Особо Негде Адмираблю Догу Кроме Лес Вот Как Раз В лес Отправляется Медведь Блокимбал Есть Уже Супера Принес Еще Игр Клаб Посмотрим Появится Александр Женьяша Мне Бежит Просто Купить Санж Сделать Потом Лебард Отключать Фото Атаку Медведи Это Действительно Важное Дело Виномайтера Медальон Есть Но Пока Что Не Принес С С Курьером То С С Рошаном Пока Что Временили Вич Гейминг Отпушивают Лейна Долайнс Выходит Наконец База Вот На этом Пытаются Их Вич Гейминг Подловить Собственно Для этого Они отходили В первую очередь Как я понимаю Они знают Что все Собирались Можно Пытаться Вытягивая База И пробовать Что-то Делать Как раз Зайджем Здесь Погоня Пытаясь Посмотрим Докурят Ну В принципе Я думаю Коль Один Удар Сделать Джейм Спокойно Отпиваться Пытается Сервей Приходит Погна Помогает А Роцуки Знал Что есть Дестрашно То есть Он ждал Подмогу Не торопился Нападать И Джейм Знал Что у него ХП пока Отхватает И Дестрашно Не торопился До самого Последнего Момента То есть Если бы Погнали Пришел Скорее всего Погнали Что не Погнали Шадл Демон Выживал Так Ну и Вич Гейминг Понимаешь Что Убили Шадл Демон Можно 4 в 5 Здесь Нападать Куда Смелее Все Ультимейт Откатились Сманы Просто Замечательно Здесь Медведь Конечно Сломала Вышку Но В принципе Медведь Хватает На Радианс То есть Пора Лететь На базу Пора Защищать Бараки Пока что Здесь расплевывать Супер В разные стороны Свой Яд Просаж Баки Нападает На Мели Барак В первую очередь Пришел Получить Сражен Но Шадл Демон Он уже живой Здесь Рапшин Сейвит Стоит Ира Остался Теймлапс До сих пор Летает Пак Пак Дает Саймс Моментально Его подцепляет И Пака Сразу же убивает Пытается Прохилить Сечен Но Это Оказывается Недостаточно И В общем-то Теперь уже Отбиваться Просто-напросто Нечем Радо Что Медведем С Радиансом А вот Собственно И он Вот как раз Медведь Здесь Может Сделать работу Лоду Все проседают Надо что-то делать Медведи Пытаются Бить Если что Есть Переозу С Вадмиром Блдогом Но Не хватает Маны Фенрир Дает Пользу Новую Дает Ультимейт Пак Пак Вернулся Судя по всему Выкупался Добили Фенриро Добили Шадурин Фуай Улетает Ну и разгоняет Здесь А Лайн Все-таки Отбивается Барак Стоя В последнюю секунду Буквально Прибежал Медведь Судя Вернулся Маны На нее Не хватает Он так И просто Погибает От Пака Очень разрушительна Драка Была сейчас Для Вичи Гейминг То есть Не успели Они Вить Бараки Пак Они Очень здорово Пресекли Его Инициация То есть Если Пак Был И при этом Был Чейл Андруид Здесь Чуть Лни Все Команды Возможно Полегли Бо Вичи Гейминг А Лайн И так В принципе Неплохо Справились Осадили Агрессию Отстояли Свои Бараки Но в следующий раз Все будет Еще сложнее То есть В следующий раз Уже Медведь С радианцем Будет Все хрипов Забирать Спокойно Прожигать Подобраться К вышкам Будет Очень сложно Ну и собственно Драться Еще сложнее Начинает Появляться Слаты Лоды Зарисовываться Постепенно Блоким Бар Остался Такой Рецепт То есть Всего Лишь Ты Сейчас Ну и Что там это делать Вещи Гейминг Лай Своё преимущество Отбит Пока что Как мы видим Больше 5000 Позвут Вещи Гейминг Но Должно отметить Учитывая Что они Все ушки Зачистили Преимущество Не такое уж и большое Лайн Засаде Все прекрасно Вид Сейчас что-то Блетает Пак Не долго думает Дай Дринькоил Садр Дай себе Форстав Жбот Дринькоил Но пока что Сейчас умрет Просто здесь Медведь Ландроид Пытается отбиваться Но Все-таки погибает Купается погна Однако Пак убили Дает стан Медведь Ландроида Перевозвонит Еще 18 секунд Трисот не заработали А вот Бульдог Бульдог Все-таки выживает Ифа Пытался Удобить Лизеря Бум Медведь Отходит Вещи Гейминг Отбились Повернули Ганг Ну и теперь Похоже Просто сломать Барак То есть Ганг был Очень неудачный Для Лайн И похоже Этот ганг Будет стоить им страны А то и двух Вещих нет Можно смело продолжать И это как раз Та сам Надежда Вещи Гейминг Лайнс Расхрабрились И Вещи Гейминг Дали им понять Что делать Этого не стоило Похоже Вторую сторону Сейчас Проломает Медведь Конечно Уже Наготовить Перевозвон Адмираблдог Катился Кулдаун Не так уж Он был и долгий Так Припоряли Джем Успел Дистрацион Посмотрим Выживет ли Прокатил Тарбом А ротски Появляется Дистрацион И прохили То есть Пока что Живет Тараканов Снимает Тараканов Вышку Немного Продамажили В принципе Вполне Довольны Тем Что Произошло Вещи Гейминг Они Отходят Им Надо Закупаться И Можно Продолжать По Золоту Все Пока что Неплохо Шлоты Имеется Драгонайт С Блокимбар Собственно Блокимбар И помог Сбежать Смерти Сериал Раз Спугнута Кайф Здесь Попался Но Есть Шик Спокойный Робик Алибар Появляется Собственно Драгонайта Доделал Так Ну что Графики Я показывал По золоту Как видно Вещи Гейминг Уже Семь с половиной Даже Восемь тысяч По золоту Ну и Опыт Как мы Видим Алайн Было Огромнейшее Преимущество Как видно Здесь Они Убивали Товарищи То есть Файвмен Дота Паптун Просаживал Вещи Гейминг Но потом Алайн Свои Преимущество Начали Терять Очень удачный Ганг Так Здесь Влетает Сор Моментально Погибает Лоуд С Блокимбар Пытается Нападать На Сайвер Понимает Что Урона Нужно Не наносит Джем Уже Просил Весьма Серьезно Медведь Среди Пытается Прожечь Гоняется Рот Медведи Дали Дизарм На всякий случай Дизарм Возможно Плохо Просто Потому что Адмира Блок Был Слишком Далеко Лода По трекам Уже По трассе Свой Таймлап Стоишь Лода Сейчас Просто Бегает И пытается Жить Собственно Этим Занимайтесь Рот И пытается Убегать Над Медведи С радианцем Медведи Подковыривают Но Есть Перевызов Адмира Пока что Можно просто Прохилить Отправить На базу На фонтан Но тем не менее Вышка падает Начинает Простоять в бараке Сейчас что-то будет Находит Лоду Лода Медведи Погибает Медведь Грызает В артеке Ротские Пока что Живет Дают ему Меку В бараке Поплевывают Здесь Супер Ну и Финрик Дается Ультимейт Пак Влетел Погибает Погибает Здесь конечно Куманно Но в принципе Пока что Бараки Похоже Отстояли Фай пытается Бежать Саврала Силюзероб Гем валяется На земле Подбирает Учен Мели баг Наполовину Просажен Теряли Виноватера Потеряли Погнос На нового Собственно Пушера В Драгонайте Закончился Ультимейт И собственно Поэтому Вечгемик Перегруппировался Отходит Супер Остался Если здесь Что-то полезет Собственно Полез Здесь пак Еще было Не попасть Но вот Как бы Не попасть Фай Фай Дает себе Форстав Отлично Выживает Не отдают Обрат Ростарш На карте Вечгемик Сейчас Можно просто Дождаться Пока вернется Пугна Пока вернется Виноматера И можно Эти пуши Продолжать Ротики Супером Пока что Остаются В вражеском лесу Наконец-то Расходится Рошан Живой Можно попробовать Убить Рошана Как-то про него Совсем забыли Ну в принципе Вечгеминг Пока что Вполне В форме Одну сторону Они проломали Медведь Конечно С радиансом Пугает Скоро Возможно Поесть Еще Какие-то Слоты Где Это Сам Медведь Давайте Посмотрим Как-то Я его Нигде На карте Не вижу Похоже Просто Убили И Перевызова Не было Бульдог Пока Сходит В форме Человека Аки Забирают Крипов Скишки Гем Не есть Но в принципе Особо Невидимых Персонажей Кроме Роцки Нет Роцки Обычно Дерутся Очень Аккуратно Он Собственно Весь Тимфайт Занимался Тем Что Бегал Вокруг Этих Строений Пытался Спасаться От Медведь Друида Разбросил Треки Замедлял Медведь Женада И так далее Попался Только Холин сказал Что играет Аккуратно И моментально Его ловит Блоким Барон Конечно Нажал Но Замедление Получил Медведь Не угрызается Роцки Здесь уже Навряд ли Выживет Пока что Живет Прицепляют На нее Тракана Тракана Надо забивать Буквально Пару хп Осталось Роцки За счет Тракана Сейчас Похоже Просто Погибнет 8 хп Не догадался Судя по всему Про этот момент И просто Погибает Бульдог Бульдог Здесь попался Добить Бульдога Очень важный момент Отличный Сейв Сейв Бульдога Бульдог Просто Трепортируется Ну и пока Все это происходит Там уже успели Убить Саппортов Вдвоем С паком Убивают Ледей налево Направо В итоге Выживает Просто Только Драгонайт Отправляется На базу Очень удачная Драка То есть Драка Разделилась На две части С этой стороны Пак Вдвоем Слова Добивали людей И с этой стороны Драгонайт Пошел Бить ландроида Драгонайт Вовремя Не смекнул Что команда Там Осталась Позади Собственно Уже Команды Собственно И нет Лайенс Отбились В очередной раз Но Милибарак Все-таки Успели Потерять Оранжевый Барак 68 хп Так что Назвать это Отбились Ну Достаточно Сложно Называется Так Олайнс Получает Карту Своё распоряжение Пока что Буквально На несколько минут Пока все Прохилиются Пока все Респаунятся Но не знаю Что сейчас Вичи гейминг Пойдут на Рошана Двух сторон Не хватает У Олайнс Учитывая Что 26 Только минута Это действительно Серьезно Посмотрим Сумеют ли Они С этого Вернуться Я думаю Это будет Очень сложно Десять тысячу Вичи гейминг Преимущество Они всех Перебивали Но пока что Это преимущество По опыту Не так сильно Помогает Пак уже Ультимой торф Лода Дакимбар Показывал Имеет Ищем Собственно Достаточно Серьезно Он сейчас Продамажит Саппортов Последние драки Здесь Бега всех Пытался Убивать Собственно Вполне Это работало Скоро Появятся Дезоляторы Если Додуман Фармить Медвес Ландроиды Вполне Успешно Отпушивают То есть То что Не хватает Бараков Это пока Не такая Серьезная Проблема Как могла Быть Как минимум Не надо Трапиться На базу Каждую минуту Лейны Отпушиваются Пока что Удачно Все это делают Alliance Готовится Крашан Но приходит Сюда Родскей Раскидит Трек Там попадает Слетает Пак Дается Аленс Родскей Успешно Отходит Лода Здесь Покебар Продолжает Погоню Супер Пришел Посмотреть Что происходит И остается Метально На половине ХП Похоже Сейчас Alliance Будет Забирать Медведь Подбросили Дает Устан Супер Дикли Пифай Погнал Тайс Лайфдрейн Медведи Просто Выпить Но Медведи Машлот Медведи Так Просто Не съешь Дорогенная Панда Погнал Все Медведи Выпить За такое Короткое Время Просто Не может Физически Радиент Товая Товая Прегенерация Перегруппировались Прохилились И теперь Уже Alliance Понимает Что Задерживаться Здесь Не стоит Треки Раскидают По тем И потом Если что Вещи Гейминг Обогатятся Очень быстро Куда Он пока что На Блокинг Бару Лоды Собственно Пожалуй Основной Сдерживающий Фактор Сейчас Потропился Он Хотел добить Баунти Хантера Назово Лего Побежал Всегда В эту сторону Вообще Гейминг Достаточно Быстро Садили Один раз Смотрит Рубик Что происходит На Рошай Реже понял Что здесь Есть Сижен Убивает Здесь Вард Ну и сейчас Что-то Будет Здесь Прямо Таки Накаляется Обстановка Сейчас Будет Какая-то Драка Посмотрим Будет Ли Это Драка Решающая Медведь Ландроиды Старается Сплит Пуш Накупил Себе Броню Лишь бы Не Погибать Лишь бы Медведь Не терял Адмираблдог Ну и 1600 Имеет он Уже Со всех Этих Кипов Сам Героем Тоже Подфармит Конечно Здесь Не самые Крипы Экономически Выгодные Но тем Не менее Накерас Постепенно Выбирает Хватает На рецепт Ну и Как я понимаю С первой Часть Купит Гиперстолон Вичи Гейминг Пока что Никаких движений Не делает Они пытаются Сообразить Что происходит Лайнс Воспользовались Заминкой И просто Отправляются Фармить Олес Отпушивает Лейны Бульдог Отпушивает Топ Наконец-то Вичи Гейминг Выдвигается Ародский Идет Первый Но Прошлый опыт Его научил Что Скорее всего Там кто-то Ходит С гемом Собственно Агем В центре Варды Тоже Расставленный Поэтому Заходит К Рошану Они понимают Что Пока Они Пятером С ними Достаточно Сложно Драться И поэтому Рошану Можно Попробовать Просто Убить Собираются Вместе Альянс Рошана Просаживает Но Альянс Уже Тут Как Тут Пак С невидимостью Между Впрочем Посмотрим Есть ли Гем Гем Скорее Сего Нет Сентривар Тем не менее Поставили Сентривар Есть Убивать Здесь Обсервер Понимаешь Что соваться Туда Не стоит Раз Что Влетать На Рошану Враусь Это Самая Игра Последний Момент Подходит Побле Ченов Подлетел На лоду Иницирует Лодит Дайвстан Не успел Нажать Блокимбар И мы Митрально Склопываться Ну и похоже Дальше Уже Будет Просто Понакатный Бьют Аки Аки Мек Уже Нажимал Пытался Попробовать Придел Сейчас Проматить Свой Чен Не будет Полминуты И таким Образом Так Пак Пак Видит Что Рошан Практически Мертвый Пак Влетает Вчерка Рошана Ну и Здесь Собственно Так и Остается Спокойно Забирает Аэгис Супер Точнее Сядер Пугна Пак Само Собода Били Но теперь Погоня За медведем Медведем Дали Стан Финрир Творстав Себе Дает Польза Нового Здесь Уже Каждый Сам За себя Добиваешь Рудем На Адмирабль Дог Уже На Базе Лода Тикет На мультимет На Мастера На Лоу ХП Пора Бежать На Базу Ну и Скорее Сейчас Либо Третья Страна Упадет Либо Сразу Женщина Сломает Вече Гейминг Уже Очень Верно Себя Чувствует То есть Пожалуй Самый Проблемный Момент Был Когда В первый раз Стогнали От меда Когда Пришел Медведь С Зеансом Будет Немного Волнительно Скорее Все Для Вещей Гейминг Но Потом Уже Очень Удачный Ганг От Альянс От Альянс То есть То что Они Здесь Стали Смоки Потом Пытались Здесь Пак Напрыгивался Своим Дайгром Пытались Обойти Дух Сторон Выснили То есть Друга Это Забирает Варда Фенрир Рубик Уже И Дайгр Ну И Стоит Отмеч Что Фай За Давно Он Себя Заргин Довал Отличный Саппорт И Сейчас Играет Очень Агрессивно То есть Каждый Раз Арбами Либо Проверяет Что-то Либо Сам Инициирует Как Нападает Ворующий Куч И так Далее В общем Делать Все Что Собственно Требуется Нападает Нападает Ротики И пытался Даймфорстав Пытался Оттолкнуть Но Еще Даймфорстав Есть Иномальтер Спасает Ротики Нападает Медведя Влетает Сфор Даймфорс Влетает Илода Точнее Просто Бегает Своим Блоким Баром И у всех Стоит Слишком Мало ХП Пытается Воевать Теряет Аэкс Погна Иномальтер Теряет Ген Оживает Садар Ну И можно Спокойно Продолжает Адмирал Блдога Свернут На базу Но Успевает Все-таки Добить Ротики Ну И супер Наконец Нажимается Доким Бар Продолжает Нападение Добивать Пака Блдога Байбай Судя 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 Нет Ну И сейчас Здесь Будут Доламывать Вот Генгай Толайн Они Понимают Что Вернуться Здесь Никак Не Получится Был Шанс Шведов Конечно Но Этот шанс Они Можно Сказать Сами Выпустили Своей Попокеганка Неудачный Но Тем не менее Игра Была Достаточно Напряженная Чуть ли Не до Последних 50 минут Ну Что ж 1-1 Сравняли Счет